МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит Николаевск. Доброго времени, уважаемые нижнеамурцы! Доброго времени, уважаемые дальневосточники, друзья, товарищи, гости канала, подписчики и все наши земляки, а также товарищи студии. Всех приветствую! Сегодня 16 апреля, время у нас 15 часов 21 минута. Николаевский район сегодня празднует Пасху, этим взрываются все наши административные паблики. А мы сейчас сегодня подготовили для вас небольшой отчет. Над отчетом трудилась администрация Николаевска на Амуре, над отчетом трудилась прокуратура Николаевска на Амуре, над отчетом трудилось также финансовое управление администрации Николаевского муниципального района, а также главы наших местных населенных пунктов. МАГА, АСФА, АРМИ и так далее. Все для того, чтобы сегодня вы предсозрели то, что, собственно, происходит в нашем районе с транспортными перевозками по населенным пунктам, то есть по загородным перевозкам. Но вначале хотелось бы напомнить ситуацию, что с хирургами в Николаевске на Амуре и в районе по-прежнему ситуация крайне тяжелая. Пожелать вам всем здоровья, пожелать вам всем быть осторожными, предельно внимательными, потому что под снегом очень много льда, и любое неосторожное движение, любой шаг может стоить вам потери определенного количества здоровья. А с хирургами у нас очень и очень проблематично. Но, тем не менее, немного позитива. Декабрь 2022 года знаменателен тем, что коммунистами Нижнего Амура была запущена широкоформатная акция по подписанию петиции в городском комитете Николаевска на Амуре, городском комитете КПРФ Николаевска на Амуре. Очень многие люди, около 800 человек, подписали петицию вживую. И, как вы помните, спустя несколько буквально часов губернатор Дегтярев, которому глава Николаевского муниципального района донес ситуацию, разбудил наших местных депутатов, которые дремали, депутатов района, едимой России. И глава дал распоряжение до 10 декабря 2022 года укомплектовать штат хирургов. Согласно штат хирургов Николаевской центральной районной больницы. Штат хирургов был укомплектован, не был укомплектован, конечно же. Но, тем не менее, дело сдвинулось с мертвой точки, и Николаевск посетило сразу два хирурга. Ну и потом, в дальнейшем, по одному хирургу появлялось у нас, да, и декабрь-январь с МИИ Николаевска на Амуре взрывались просто пабликами, где главный врач в обнимку с хирургами, которые иногда посещали наш город. Шаманы племени Суахили порекомендовали данные фотографии сохранить на свой компьютер с открытых пабликов. И в лунную ночь, слушайте внимательно рецепт, в лунную ночь, в третьей фазе Луны, встать лицом на северо-восток и в этом положении установить свой принтер и распечатать данную фотографию. Фотография, рецепт вам был указан нашими товарищами с паблика Николаевск на Амуре. Это бывший Николаевск-сити, а также быстро развивающийся паблик самого независимого канала на Нижнем Амуре. Николаевск на Амуре. Ссылки, собственно, я дам под этим видео. Ну и рецепт пользования фотографиями вы знаете. Но шаманы Суахили рекомендуют, что после втирания лечебными фото в разные участки тела фотографии действительно всего 10 сеансов. После происшествия 10 сеансов фотографии можете кому-нибудь подарить, поставить на свой стенд. Кстати, главный врач говорил, что не стоит демонстрировать ее изображение. Но здесь это чисто в профилактических целях. Если не стоит, тогда хотя бы некоторые люди говорят, что помогает. Мне лично помогает данная фотография. Никто не может мне запретить лечиться изображением с хирургом, уважаемым человеком, кабаровчанином. И моим любимым главным врачом нашей центральной районной больницы. Прекрасная женщина. Ну, вы сами знаете, сколько полезного она сделала для медицины здесь на Нижнем Аморье. После 10 сеансов ритуал по распечатыванию фотографий, лечебного фото необходимо повторить. Слишком затяжное вступление. Хотелось сделать его покороче. Итак, кто помнит, кто не помнит. Меня зовут Роман Зайцев. Я веду канал на Ютубе с 2017 года. Канал называется Роман Зайцев. Живу на ДВ. Фотографирую собачек, пою песенки. Ну, иногда вещаем в формате «Говорит Николаевский». В 2022 году мною был получен статус официального лица при правительстве Хабаровского края, главного управления регионального государственного контроля по контролю и лицензированию. И получен статус общественного инспектора в области экологии по Хабаровскому краю. На основании этого можно инспектировать выбросы, можно инспектировать несанкционированные скопления отходов и тому подобные негативные воздействия на окружающую среду. Но, конечно, я выхожу в общественной работе. Мы выходим далее рамок наших полномочий. И поэтому сегодня, по рекомендации наших партийных товарищей из КПРФ, мы делимся с вами результатами проверки по транспорту Николаевского района, по пассажирским перевозкам по Николаевскому району. Но, как вы знаете, пассажирские перевозки осуществляет ООО «Интехком». Автобусы базируются на базе ООО «САХ». Осуществляются руководителем, официальным лицом Артемом Валерьевичем Притулова. Замечательный человек. Рекомендуем. Итак, результаты проверки. Во-первых, хочется всех вас порадовать, что прокуратура Российской Федерации в лице прокуратуры Хабаровского края Николаевской Ана-Амуре, городская прокуратура, ответила следующее. Зам. Городского прокурора В.В. Подрезов с такой замечательной подписью он ответил следующее. «В рамках изучения конкурсной документации факты наличия коррупционной составляющей в деятельности администрации Николаевского муниципального района как заказчика не установлены». Понимаете, да? То есть, все кошерно, все замечательно и никакой коррупции. Именно поэтому мы доверяем результатам проверки без оглядки практически. Итак, значит, мной получен отчет несколько дней назад, ну, получен отчет, скажем так, в апреле. В конце марта? В конце марта, в апреле мной получен отчет на 17 листах. Исполнитель, начальник отдела муниципального финансового контроля финансового управления Саенко Ольга Геннадьевна. Телефончик рабочий указан и общественным инспектором адресованно Хабаровского края в области в области окружающей среды, в области защиты от окружающей среды. Товарищ Саенко сделала очепятку в плане того, что не хватает одного слезающего слова. Итак, финансовое управление администрации Николаевского муниципального района по существу жалобы обращения общественного инспектора Хабаровского края в области опять окружающей среды, поступивший из комитета государственного финансового контроля правительства Хабаровского края 27 декабря 2022 года исходящее предоставляет копию акта контрольного мероприятия номер 7 на 3 марта 2023 года. Проверяемый период справка о завершении контрольных действий проверяемый период с 21 декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года то есть период проверочный составляет 1 год. Срок проведения контрольного мероприятия составил 28 рабочих дней с 23 января по 3 марта 2023 года. Ну правильно, значит я в марте получил этот отчет. Контрольные действия по месту нахождения объекта контроля окончены 3 марта 2022 года за подписью товарища гражданки руководителя проверочной ревизионной группы ОГС Аенко и главы администрации Николайского муниципального района Анатолия Викторовича Генненова. Данный, значит, акт данные результаты проверки вошли в реестр документов которые находятся сейчас можно получить доступ может получить доступ любой человек запросив значит запросив данные документы. Субъект проверки администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края отдел инвестиционного развития транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка. Далее заказчик. Местоположение Николаевск-на-Муре Советская, 73 всеми нами знакомые здания Белого кирпича проверяемый период еще раз 21 декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года. Вот, значит, с приказом о проведении внепланового контрольного мероприятия ознакомлены глава администрации Николаевского района Анатолий Михайлович Леонов начальник отдела инвестиционного развития транспорта, дорожного хозяйства потребительского рынка Марченко ВВ Основание проведения контрольного мероприятия Обращение общественного инспектора Хабаровского края в области защиты окружающей среды о возможных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд допущенных администрацией Николаевского муниципального района при исполнении контракта на оказание услуг по перевозке пассажиров на рейсовых автобусах в Николаевском муниципальном районе заключенного с ООО Интихком Тема контрольного мероприятия Соблюдение требований к исполнению изменению контракта а также соблюдение условий контракта в том числе в части соответствия поставленного товара выполнения работы и результата или оказания услуги условиям контракта В рамках проведения внеплановой проверки установлено следующий контракт за номером номер длинный если интересно можете написать в комментарии цифру вам покажем документ не секретный от 21 декабря 2021 года далее по тексту контракт 141 и вот здесь в табличной форме сведены результаты проверок давайте я уже буду по существу вас знакомить по пунктикам и в конечном уже в конце все по пунктам прочитаю конкретный уже резюмирующий документ из таблицы следует что за 2022 год заказчик по трем маршрутам в ежемесячных отчетах отразил завышенные плановые рейсы в количестве 9 единиц это по маршрутам 101 102 103 201 202 203 вот вы знаете завышенные да это все таки это казна государева деньги государева которые он в общем-то получил в полном объеме получается эти деньги он зафиксирован факт подлога в области государственного контракта где-нибудь хочется сказать что где-нибудь в 1945 году гражданин П уже скорее всего улучшал бы народное хозяйство где-нибудь на Колуме но здесь он продолжает работать и даже имеет право подать имел право подать апелляцию в течение 15 дней это вот 3 марта то есть у него был срок до 18 марта то есть месяц назад срок истек не знаю подавал он не подавал меня об этом не уведомили не уведомили ну и далее я тут не буду все прочитывать если еще раз интересно напишите в комментариях я найду способ вас с этими документами ознакомить либо дам ссылочку где они находятся в открытом реестре то есть наш запрос запустил проверку внеплановую от этих перевозок и дал повод к тому что данная проверка сейчас находится в доступе для вас владея там интернетом владея некоторыми навыками обладая некоторыми навыками вы вполне можете с этими документами ознакомиться самостоятельно но еще раз если будут проблемы напишите я найду способ как вам ознакомить пишите прям под видео в комментариях кому интересно ну смотрите далее все прям все прям хорошо как бы казалось бы в нарушении пунктов 2.5.2.7 контракта номер 141 заказчик принимал объем работ на последнее число каждого месяца за отчет на месяц кроме августа сентября декабря и вот тут опять сводная таблица идет за 12 месяцев нарушение сроков оплаты заказчикам за выполненные работы не установлено то есть администрация платила деньги ровно аккуратно вовремя но так в период проверки контрольным органам направлен запрос главам сельских поселений по предоставлению информации в части поступления жалоб на качество обслуживания или прекращение рейсов по перевозке пассажиров рейсовыми автобусами 101, 102, 103, 201, 203 согласно предоставленной информации от глав сельских поселений жалобы на количество обслуживания или прекращение рейсов по перевозке пассажиров рейсовыми автобусами в администрации поселений от поселения в 2022 году не поступали. Этого приложения будет номер 3 на 7 листах. То есть никто ни на что не жаловался. Заключение. Давайте я вам прочитаю еще чуть-чуть попозже. И сначала вот смотрите. Начальник отдела инвестиционного транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка НВ Марченко. Почему-то до этого она была ВВ Марченко. Ну еще пятки очередная. Направлен запрос главам сельских поселений. Так, значит, тут табличка у нас. Прогноз погоды. И вот, значит, направлено было гражданину Мавровскому, ВЕ Де, ЕН Марковой, СС Талышевой, НА Волковой и ТС Мутевой. Ну и, соответственно, от них пришли запросы. Я вот один из них только прочитаю. Смотрите, значит, на примере челянского сельского поселения. Администрация челянского сельского поселения Николаевского муниципального района Хаб-Края на ваш запрос от номер число предоставляет следующую информацию. Пассажирские перевозки на рейсовом автобусе номер 203 Николаевск-на-Амуре, челян Николаевск-на-Амуре осуществлялись регулярно. Жалоб на качество обслуживания или прекращение рейсов в администрацию поселения не поступало. Ну, по шаблону все они сделаны. То есть, значит, также от поселения Иннокентьевское сельское поселение, потом, значит, Азербахское сельское поселение, Красное сельское сельское поселение, включающее в себя Красное и Ченейрах, и также от Ареминского сельского поселения и Магинского сельского поселения. Товарищ Мамровский нам докладывает, что жалоб пассажирские перевозки на рейсовом автобусе номер 103 Горный Гюрман, номер 201 Николаевск-Мага, выполнялись... А, номер, значит, 103 Горный Гюрман и номер 201 Николаевск-Мага выполнялись регулярно за 2022 год. Жалоб на качество обслуживания или прекращение рейсов в администрацию поселения не поступало. Хотя мы точно знаем, что были, были, были проблемы в 2022 году. Но население молчит, а если население молчит, значит, все хорошо. Итак, знакомим вас с заключением. Заключение. Так. В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения. За 2022 год заказчик в ежемесячных отчетах отразил завышенное количество плановых рейсов на 9 единиц. Страница 2 акта. Данные в пункте номер 6 не соответствуют данным пункта 8. Приложение номер 1 контракта 141 по маршруту номер 103 Горный Гюрман. Страница 2.3 акта. В нарушении пунктов 2.5-2.7 контракта номер 141 заказчик принимал объем работ на последнее число каждого месяца за отчетный месяц, кроме августа. Сентября, декабря. Страница 3 акта. Акт проверки будет размещен в единой информационной системе в сфере закупок орган внутреннего контроля и на сайте органа внутреннего муниципального финансового контроля в информационно-телекоммуникационной сети интернет в срок не позднее пяти дней со дня его подписания. Поэтому вот в этом пространстве, как я уже говорил, вы можете эти документы обнаружить. Вот, значит, вместо отбывания заключения на народных стройках, не заключения, а перевоспитания и командировки, возможно, на народных стройках, объект контроля вправе предоставит письменное замещение не позднее пятнадцати рабочих дней. Так все это делается. Хотелось также еще отдельно отметить еще один небольшой момент по поводу суммы, потому что кто-то у меня интересовался. А, ну вот, лист четвертый акта. Значит, на основании первичных документов заказчик за оказанные услуги платежными поручениями произвел оплату. То есть администрация произвела оплату гражданину П. В полном объеме на общую сумму 2 миллиона 533 тысячи 946 рублей 60 копеек в 2022 году. Ага. В том числе 2 миллиона 491 тысяча 270 рублей 40 копеек в 2022 году. 42 тысячи 676 рублей 20 копеек от 25 января 2023 года за выполненный рейс из 26 по 31.12.2022. В проверяемом периоде меры ответственности штрафной санкции со стороны заказчика применялись пять раз в связи с неисполнением подрядчикам обязательств по контракту номер 141 в обществе 25 тысяч рублей. Но это вместо командировки на народных стройках. То есть нашими же деньгами он оплатил свои штрафы. Но как все в Российской Федерации делается, особенно в Королевстве Николаевского муниципального района, все делается именно так. А сегодня мы хотели бы дополнительно уведомить в следующей ситуации, что собственно происходит сейчас в 2023 году. И я бы хотел, чтобы сейчас прозвучало сообщение от жительницы поселка Мага, как у них происходят перевозки. Внимание, запись аудио. Пожалуйста. Здравствуйте. Сегодня 11 апреля 2023 года. Мы находимся в поселке Мага Николаевского района. Хочется рассказать о том, как в поселке осуществляются пассажирские перевозки. По отчетам руководства от 1 февраля 2023 года у нас с этим проблем нет. Жалоб от населения не поступает. Но автобуса нет фактически с конца января. Протяженность поселка 12 километров. Пять жилмассивов. Гырман, Овсяное поле, Мага-рейт, Мага и Горный. Вот такая ситуация на сегодняшний день происходит в поселке Мага. В 2022 году тоже не все было спокойно. Но и мы могли бы усомниться, если бы не ответ заместителя городского прокурора В.В. Подрезова, который нас заверяет в письменной форме, что никаких коррупционных сговоров нет. Среди честнейших людей администрации Николаевского муниципального района и честнейшего гражданина П. А сейчас, после звукового файла, мне бы хотелось зачитать письмо. Это не письмо. Это крик боли. Это крик отчаяния. Жительницы Мага, двух жителей Мага, которые подписали это рукописное письмо. И которые мы получили. Я, как руководитель информационного отдела местного отделения городского комитета КПРФ Николаевского района, я получил от жительниц Мага, получил буквально его вчера. И я сегодня это письмо зачитаю. Пожалуйста, письмо. Итак, наша Мага, бедолага. А почему? Да потому что такого беспредела его жители еще не видали. Беды-то были, но проблемы худо-бедно решались. А сейчас жители оказались в заложниках этих бед. Лето 2022 года, без воды. Зима 2023 года, без тепла. С конца января по поселку не ходит автобус. Протяженность 12 километров. С 1 февраля не работает Сбербанк. В аптеке недостаточно лекарств. Перестала работать лаборатория в поликлинике. Основное население уже возрастное. Чтобы сходить в аптеку, на почту, в магазин, надо проделать путь в несколько километров. Это и в зной, и в дождь, и в холод. Что подделать? Мы стали невыгодны. Абуза для властей. Лес вырубается, рыба вылавливается. И это все не наше. Все чужое. Такое богатство от нас вывозят. А мы бедствуем. По поселку ездит спецтехника. Возят руду. Загадят наши речки. Скоро пойдет грязевой поток. Складывается впечатление, что чиновники живут по принципу «твори бардак, мы тут проездом». Рудовозы, 60-тонники, разбивают мост через реку Гырман. Сказали, сделают. Вопрос, когда? Может быть, настало время просто переселить нас в другое место и творить беспредел бесконтрольно. Ведь оставшиеся здесь жить все равно будут добиваться нормальных условий для проживания. И еще в памяти у людей работа колхоза на Гырмане. Снабжали район мясом, овощами, молочной продукцией. Работала промбаза «Мага-рейда». Заготовка леса на экспорт. Работа нашего морского порта. Сколько людей отдали сил, здоровья. «Больно видеть, как умирает наш поселок». Письмо написано от 11 апреля 2023 года в подписи на месте. Мне бы, как руководителю информационного отдела местного отделения городского комитета КПРФ, хотелось бы задать вопрос нашим районным депутатам. Родные вы наши, крепко ли вам спится? А? Как вот здесь все происходит. «Мага» — это вот люди взяли и написали письмо. В других поселках происходит то же самое. Ведь на каждом населенном пункте закреплен депутат. Вот здесь закреплена гражданская хлупина, которая является, кроме всего, еще председателем районного совета депутатов. В депутате представителя среди 16 депутатов 12 женщин. Это же надо. 12 женщин, неужели это так изощренно помогает уничтожать население и помогает уничтожать поселки? Ну как это так? Население, оно же нуждается в хотя бы элементарных базовых врачах, базовых услугах. Но если не ходит автобус, конечно же, будет нарушаться инфраструктура. Это ломается окончательная инфраструктура. Конечно же, будут закрываться и больницы. Банковское отделение закрылось, потому что нет клиентов. Клиенты, как бы вот приходить, если автобусы не ходят? А пенсионеры не могут проделывать путь в 12 километров. Дождь, снег, буран. Как вы себя ощущаете? Нет ни врачей, нет транспорта. Я молчу то, что сделали с продовольственным запасом, с продовольственной базой. Как же так? Так, жители поселка Лазарев говорят, а мы нашего депутата и знать не знаем, кто это. Я объяснил, что это главная медсестра Николаевской центральной районной больницы, гражданка Дельнова. Известная многими своими веселыми поручениями. Я видел сам лично в телеграм-канале Николаевск-на-Амуре. Там даже после смерти людей не перестают мучить. Туда-сюда катаются эти трупы. Это просто кошмар какой-то. Это какой-то хоррор. Какой-то сюр, я не знаю. Уважаемые депутаты, как вам вообще? Может быть пора провести инспекционная проверка? Смотрите, скоро перевыборы. Или вы думаете, что опять все промолчат, разбегутся по своим норкам, пробухают эти выборы, да? И никто не придет, и вы опять сами за себя проголосуете. Да хватит! Вы не стоите ногтя этих людей. Сколько можно уже подобным образом себя вести, решая какие-то свои шкурные интересы, поднимая свои ручонки, голосуя за то, чтобы у вас была возможность, да? Ничего не делая, курировать какие-то свои шкурные интересы, вы говорите, мы не получаем зарплату. А за что вам было бы платить зарплаты? Вы лоббируете свои интересы, вы киваете, вы... У нас общественный совет есть. Кем он представлен? Мы сказали, что он представлен лучшими людьми нашего города и района. Руководитель, бывший прокурор Николаевска на Амуре, Николаевска на Амуре городской прокуратуры. Лучший человек? Ну, возможно, возможно. Спорить не будут. Общественный совет превратился в кивательный совет. Совет районных депутатов превратился в рукоподнимательный совет. Совет депутатов городского поселения город Николаевск на Амуре вообще ничего не решает. Он вообще когда-нибудь заседает, нет? Ну, я вот вижу, приходит туда 2-3 человека. Это учитывая то, что уже просто голосовать можно по чатам, плюсиками, плюсиками-минусами. Что вы решаете? Для чего вы вообще там находитесь? Я не понимаю. Сегодня с вами был я, Роман Зайцев. Пишите комментарии, задавайте вопросы по транспорту. Но самый первый вопрос все-таки остается по врачам. Николаевск на Амуре нуждается в базовых врачах, чтобы люди могли реализовать свои конституционные базовые права. Сейчас коммунисты Нижнего Амура все свои силы направили на то, чтобы решался вопрос по хирургам. Нам необходимо 6 хирургов на наше количество населения, городу и району, которые будут постоянно жить и работать в Николаевске на Амуре. Получая достойную зарплату, минимум 4 базовых врача, 4 хирурга, минимум. Решив вопрос с хирургами, будут решаться вопросы по остальным врачам. То, что какие-то телодвижения делаются там общественным каким-то контролем, советом, я не вижу результата. Какие-то безумные проекты, безумные прожекты, какие-то многомиллионные вливания. Где деньги, ЗИН, где это будет все браться. Но конкретно в бюджете заложены средства на хирургов. И кто говорит, что денег нет, ну это просто провокатор. Что вам еще сказать? Пишите вопросы, пишите комментарии. Приходите в городской комитет КПРФ Николайского района. Пишите запросы на имя депутата, на имя первого секретаря Худюкова Михаила Александровича. Уважаемого человека, его многие знают. Не стесняйтесь, заходите. Телефон висит прямо на баннере. Телефон руководителя информационного отдела. Только прошу вас, пишите на WhatsApp. Потому что, напоминаю, городской комитет КПРФ находится по адресу Гоголя 33. Там, где была оптика, сейчас там находится пельмешка. То есть, можно прийти в КПРФ, еще закупиться пельменями у наших соседей. И до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в КПРФ! Добро пожаловать в КПРФ! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в КПРФ! Добро пожаловать в КПРФ!